На приконце весны в ученице 19-й гомельской школы Кристина Пинчук и Аня Стельмах разом с педагогом Наталей Борисевич завершали свои конкурсные работы и спадевалися. А уже у Кастрышнику радовались. Золотые медали, дипломы и на первших сторонках каталога сусветной выставы дитячего малюнка, где только краин-удельниц, больше за шесть десятков, минавито их работы. Тайваньцам было очень интересно, потому что к ним вместе с работой пришел портрет девочки, совершенно из другого мира. Они ее не видели, но они будут обязательно в Тайване помнить и знать. Недаром они на первую страничку ее поместили. Аничкина работа, она тоже необыкновенная, и я считаю, что она изобразила нашу белорусскую реку. Алиса Украине-Цудау, графичная работа у змешанной технице Кристины Пинчук и девчина рака у технице вымывания Ганны Стельмах уразили в опытной ажуры своей фундаментальностью. Девчаты погаджаются, так, подыход до творчасти серьезный. Сами ж, хоть и не позбавлены креативу, звычайные талиновитые гарезы. Вот в этот город, там, где проходила выставка, очень бы хотелось там побывать, потому что уже достаточно много лет эта выставка, много разных красивых работ. Хотелось бы посмотреть и вообще попутешествовать. Сябруки пожитив ученицы одного педагога Аня и Кристина, яки людям астатства, традиции наловят в образы, шукают натхнение. Бывает очень красивый пейзаж, увижу. Бывает, там, например, Наталья Викторовна расскажет какую-то очень интересную историю. Вот, бывает даже какой-то фильм посмотришь, тоже интересно. Бывает, ну, просто сюжеты из жизни или сны даже тоже. Стены 19-й Гомельской школы – экспозиция творчих работ. У гэтых классах, что имянуется студиями, а выявленшее мастатство не просто предмет, а справа, якой занятые уси от першоклассника до директора, нараджаются мастаки, про яких мы спадяемся и аж же не раз пачуем.